Что набирали вот этих вот, как-то, айдах там, вот это, чтобы они пошли погоняли. На сегодняшний день, там не только сегодня 79-й праздник. Нет, конечно. Да какая разница? Мы знаем, что и другие есть. А даже здесь услуги счастливы. Но мы за свои национальные болезни. Даже 50 человек, виноват, не виноват, не виноват. Они тоже находятся там. Утиправят с автоматом. В этой ситуации эта ситуация. Это добились. Это правильно. 49-й праздник может произойти переменно, где мы произведем новый войска. Чтобы воздать новый войска, должен быть указ президента. Чтобы был указ президента, нужно полноваться. Она вчера вышла, подписали указ президента. Сегодня идет уже через военкомат прозыв. Те люди, которые служили, те люди, которые подготовлены, в честь 10 дней должны произвести первый ваттах. Те люди, которые не служили, те люди, которые не подготовлены, ученики 45 суток должны подготовить людей, отправить на замену, на частичный оттенок. Я думаю, это во время не 10 суток, а не 45 суток. Я с вами согласен. Для того, чтобы мы могли 10 суток, а 45 суток, мы собрались, что им нужно помочь сегодня. Им нужно помочь сегодня за счет каких-то резервов, за счет техники, за счет создания ковидов. Я там не знаю, какая реальная ситуация, но там с ними находится непосредственно командир. Сейчас едет командир 79-го и переговорим с ним конкретно. Скажите, пожалуйста, чтобы вы им докладывали про то, что происходит там, чтобы не происходила дезинформация именно на месте событий. Чтобы люди знали, что, например, продовольство пришло или нет. То есть, как бы, доказательства какие-нибудь. Вот вы только что с нами слышали, что, как бы, мы сочетали второй звонок, и, как бы, они говорят, что с его рода 11 человек. Как нам же известно, что уже полностью там батальоны просто уничтожаются. Что вы можете им как бы ответить? То есть, как бы, может, вы какое-то, не знаю, обращение к президенту для того, чтобы произвести быструю ротацию имена? Чтобы услышали нас. То есть, ротация происходит очень медленно. Я уже объяснял, что ротация не может идти самостоятельно. Для ротации, чтобы сделать ротацию, можно подготовить замену. Чтобы подготовить замену, можно прозвать людей на службу в армии. Таким образом, чтобы прозвать людей на службу в армию, которые уже отслужили. Их никто не имеет права прозвать. То нужно написать новый закон или указ президента. Можно? Сейчас вы, судя, третья волна рост. Ну, что вы у нас решаете? Что заранее напедутавливали? То есть, как бы, вот мне, например, 18 лет, то есть, как бы, меня тоже могут призвать. То есть, как вы можете гарантировать, то, что туда пойдут опытные люди, если туда набирают, как бы, ищут всех с 18 лет, а тех, кто выше, просто не берут. Вот вы сами слышали. Я еще раз хочу сказать, что есть указ. В указе написано, что, как можно делать. В первую очередь, студенты, которые достигли 18 лет, которые учатся на дневном университетах и институтах в армии, не прозываются. Второе, значит, все, кто прозываются с 18 лет, туда не отправляются. Тех, которые сегодня отслужили, нужен был указ. Он вчера вышел и сегодня пошел прозыв. Поэтому те, которые отслужили, те, которые отслужили, они в течение 10 дней должны переподготовку им делать, одеть, переобуть и отправить. А чем одеть? Чем одеть? Скажите еще, пожалуйста, сколько тонн продовольства сюда отправили за ближайшую неделю? Вот видите, вот их волнует. Они, вот, и женщина сказала, что она потратила 2500 гривен на то, чтобы своему сыну отправить. То есть, как бы, почему не получили это? И вот мы уже уверены в том, что, как бы... Все то, что проносится людьми, бизнесом в Николаев, разделяется на три части. Аккумулируется в воинской части 79-й, аккумулируется здание администрации здесь, на первом же помещении. И аккумулируется у нас туда группа соцзахистов. Таким образом, потоки идут с воинской части, переводятся те посылки, которые ведутся военные. И в этой ситуации, когда машины военные идут туда, в горячие почки, они пересекают границу и сразу же отдают эти посылки тем людям, которые называются тыловики. Тыловики, которые управляют тылом. И они отдают. Женщины сказали, те, которые приходили сюда, те посылки, которые мы отправляли и отправляем, они не доходят. Мы выделили со стороны администрации, руководителей, заместителей моих, и сказали, мы вам поручаем. Женщины просили меня, что именно вот этих людей отправьте туда, для того, чтобы они достали посылок. Они были у меня, женщины сказали, конкретно сказали, каких людей направятся проезжать. Две недели назад мы отправили две машины на грозу, которые дошли и развезли по получателям эти посылки.